Если вы никогда не играли в No Thanks, хочу сказать, что данная игра должна быть в вашей коллекции. Это потрясающий филер, и я научил играть в него много людей, и буквально всем он очень понравился. Всем привет! Сегодня смотрим простую и уже классическую игру филер, которая называется No Thanks, Нет, Спасибо, от немецкого дизайнера Торстена Гиммлера. Вышла она впервые еще в 2004 году, а в этом году будет новый симпатичный репринт. Небольшая коробка, выпущенная издательствами Amigo и Mayfair. От 3 до 7 человек могут играть в данную игру, и займет она около 20 минут. Произведен экземпляр в Германии. Красные пластиковые фишки, колоды карт средней толщины от 3 до 35, карты не повторяются. Правила игры. Все описано очень подробно, и в конце есть несколько дополнительных вариантов. Все, в коробке больше ничего нет. Задача игры — получить как можно меньше очков. Каждая карта, которая остается у вас на руках на конец игры, даст вам указанное на ней количество очков. Однако в каждой последовательности будет учитываться только самая младшая карта. Например, перед вами в конце игры лежат 8, 13, 14, 15 и 17. 8 и 17 дадут соответствующее количество очков, а из 13, 14 и 15 будет учитываться только 13, так как они идут друг за другом и составляют последовательность. Таким образом, игрок получит 8, плюс 17, плюс 13, 38 очков. Дополнительно, у игрока, возможно, останутся на руках фишки — жетоны. За каждую такую фишку он вычтет 1 очко. Например, осталось 13 жетонов, 38, минус 13, 25 очков. Это и будет его финальный счет в данном раунде. А всего за игру дизайнер рекомендует играть 4 раунда. Проходит раунд следующим образом. Для начала перемешаем карты и, не глядя, уберем из колоды 9 из них. Оставшиеся 24 карты выложим на середину стола и откроем первую. Раздадим каждому игроку по 11 жетонов, или 9 при игре в шестером, или по 7 при игре в семером. Данные жетоны нужно держать в руке в тайне от других. Выберем первого игрока, и по правилам это тот, кто последним получал какой-либо подарок. Начиная с него и по часовой стрелке, каждый должен принять решение. Либо игрок пасует и для этого выкладывает на карту один из своих жетонов, а ход переходит к следующему игроку. Либо он оставляет данную карту себе, выкладывает перед собой. Затем он же открывает следующую карту и опять принимает какое-то решение. Либо пропустить ход и оставить жетон, либо оставить карту себе и выложить новую. Как только карты в колоде закончились, раунд заканчивается и ведется под счет очков. В конце игры очки суммируются и выявляется победитель, тот кто набрал наименьшее число очков. Попробуем поиграть раунд на троих. Напомню, что жетоны должны находиться в руках у игроков и держатся в секрете. Первый игрок пропускает, выкладывает жетон. Второй тоже самое. И третий точно так же пропускает. Первый еще один жетон. И второй игрок решает взять карту себе. Тем самым он получает 34 очка, но все жетоны, которые собрались на карте, он забирает себе. Далее он же открывает следующую карту, 3, и допустим он заберет ее тоже себе. Далее карта 6, теперь он пропускает. Третий игрок пропускает. И первый игрок берет себе карту 6 и те жетоны, которые остались на ней. Первый игрок продолжает и открывает новую карту, 31. Он пропускает, выкладывает жетон Второй игрок тоже самое Третий тоже самое Первый опять пропускает Второй игрок берет себе карту, опять же получая жетоны, которые остались на ней Второй игрок открыл карту 32 Это одна из тех карт, которые ему нужны, так как у него есть 31, а также 34 То есть взяв себе карту 32, он не только не добавит себе 32 очка Так как у него есть 31, а считается в последовательности самая младшая только карта Но к тому же он будет еще на шаг ближе к тому, чтобы найти 33 и сделать последовательность Тем самым убрав карту 34 Однако он смотрит на то, что есть у других игроков и решает заработать на них некоторое количество жетонов Так как 32 очка это довольно-таки много и ни один из игроков просто так эту карту взять не захочет Поэтому несмотря на то, что он знает, что возьмет себе эту карту Скорее всего он выкладывает на нее жетон И остальные игроки, конечно же, пропустят и выложат на нее свои жетоны Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Последнюю карту 13 взял себе Третий игрок Подсчитаем очки в конце первого раунда Первый игрок имеет последовательность от 4 до 9 Считается только самая младшая карта 4 Плюс отдельно 12 16 очков минус 7 очков за жетоны, которые у него есть Итого первый игрок набрал 9 очков Второй игрок последовательность от 31 до 35 Считаем только самую младшую карту 31 очко Плюс 3 очка отдельно 34 минус 10 очков за жетоны 24 очка И третий игрок 23 плюс 27 плюс 29 плюс 18 и плюс 13 110 очков минус за жетоны Минус 16 очков Итого 94 И в первом раунде побеждает первый игрок И теперь игроки где-нибудь запишут данные результаты И приступят ко второму раунду И так все рекомендованные 4 раунда Так играется No Thanks Если вам нравятся мои видео, ставьте лайк Подписывайтесь на канал А также я есть в сети Instagram Ссылка под видео И всем отличного дня Субтитры сделал DimaTorzok